Но тут есть и достаточно неприятные, с моей точки зрения, заявления. Он, в частности, сказал, что пока мы наносим только некие предупреждающие удары, предупреждающие. Значит, чего-то такое в голове у него крутится в сознании, что можно нанести не предупреждающий удар, а какой-то более серьёзный. То есть, он предполагает, что под этим намекает именно на ядерный удар, конечно. Вопрос. Я не знаю. Он может намекать и на ядерный удар, скажем, по инфраструктуре, потому как были уже первые попытки разрушить критическую инфраструктуру. Не очень хорошо получается, кстати. Вообще, разрушить крупную плотину или, скажем, стратегический мост, или какую-нибудь крупную теплоэлектростанцию и так далее, ударами крылатых ракет, которые есть у России, довольно трудно. Во-первых, эти ракеты летят туда, куда им вздумается. Попадают, вот по оценкам Министерства обороны Украины, они провели такой статистический анализ попадания и точности, попадает примерно 30% ракет туда, куда их нацеливают. А во-вторых, и вот мы это видели, как, скажем, при помощи хаймарсов ВСУ бьет по мостам через Днепр, значит, требуется немало снарядов израсходовать для того, чтобы разрушить стационарный мост. Потому как мосты, да и другие стратегические объекты, построенные в Украине, Ну, как и во всем Советском Союзе, их строили в основном после Второй мировой войны. Но особенно в Украине, потому что Украина была разрушена во время, значит, волн наступления в 41-м году, в 42-м году, а потом уже в 43-м, 44-м. Там очень мало чего оставалось. Значит, строили их с расчетом на ядерную войну, на Третью мировую войну. И разрушить их просто ударами вот крылатых ракет довольно сложно. А вот ядерным оружием, понимаете, по плотине или по мосту, ну, пусть небольшим такой тактическим ядерным боеприпасом, там, скажем, мощностью в 10 килотонн или там в 15 килотонн, это примерно такой, как был использован против Хиросимы и против Нагасаки, вот примерно такая мощность. Вот это уже, это уже серьезная угроза. А разрушение плотин, это может вызвать в некоторых районах, в некоторых районах Украины, если плотины водохранилища разрушены, значит, идет такая вот волна очень высокая, которая может смывать многое на своем пути. Так что это угроза серьезная. Другой вопрос. Рискнет Путин использовать это оружие или нет? Вот Байден ему прямо сказал. Он уже, видимо, в связи с этим это сказал. Естественно, в связи с этим. Потому что сейчас вся западная пресса просто пестрит вот такого рода размышлениями. Хорошо, крысу загнали в угол, значит, кремлевскую крысу. А известно, что крыса, которая загнана в угол, она бросается там, делает все, что только она может сделать. А что Путин может сделать? У него, кроме ядерного оружия, в общем, ничего нет. Но Байден сказал, не надо, не надо, не надо. А если, значит, Путин рискнет это сделать, ну, тогда ответ будет пропорционально тому вызову, который был Путиным сделан. То есть, например, могут разрушить плотины, например, если они на это решатся в России, ударом каких-то из ракет, переданных, возможно, Украине, ну, например. Ну, я думаю, что если будут продолжаться удары по инфраструктуре, даже не ядерные, а просто простые, это значит, что Соединенные Штаты, я про европейцев тут ничего не могу сказать, там свои заморочки есть. В Соединенных Штатах уже ясно, совершенно сформулирована стратегия в отношении Украины и в отношении России. Я думаю, что дадут такие ракеты, которые, или такое вооружение, может быть, F-16, то, о чем... Но ракеты томогавки могут дать, вот, например? А томогавки – это корабельные, ракеты корабельного базирования. То есть, они сами могут их использовать из Средиземного моря, они прекрасно достигают, ну, скажем, Сочи, в которой есть резиденция Бочаров-Ручей известная. А может быть, и там что-нибудь еще. Но я-то думаю, вот так прикидывая ситуацию, я думаю, что первым на очереди будет, конечно, база военно-морского флота в Севастополе, которые, как известно, город русских моряков, так они... Есть такая песня, по-моему, даже. Да, да, есть. Город-герой, город русских моряков и так далее. Вот по городу русских моряков могут, значит, такой ракет... Ну, несколько ракет ударить, что приведет к тому, что штаб или командование, ну, где находится... Здание, где находится командование Черноморского флота будет превращено в руины. Есть база в Новороссийске тоже в пределах достигаемости американских этих томогавков. А могут дать и атакмсы достаточно большой дальности, до 300 километров. И, кстати говоря, вот на подходе уже в Соединенных Штатах для тех же самых Хаймерсов придуманы и уже производятся, как я понимаю, новые ракеты. Они называются Precise Strike Missiles, PRSM. Это ракеты, которые летают уже на 500 километров. Но их запускают с тех же самых вот этих направляющих, которые на Хаймерсах стоят. Очень хорошие ракеты, говорят. Точность очень высокая. Ну, 500 километров, это вот, если от границы долбануть, это куда долетит? Вот, из Харькова. Ну, уж, по крайней мере, от Харькова, ну, по крайней мере, долетит... Все-все приграничные области будут под ударом. Ну, где точно, да. Ростовская. Ну, это и подальше будет. Подальше, да. Значит, могут куда-нибудь до Рязани долететь, например. До Рязани долететь. До Москвы не долетят. Ну, в общем, могут по очень многим местам ударить, что будет крайне болезненно для Владимира Владимировича. Очень болезненно будет. Так что здесь мы можем только гадать. Но есть еще и политический аспект, потому что понятно, как мне представляется, уже всем на Западе понятно, что если Россия рискнет перейти ядерный порог, то нужно принимать не одни меры, скажем, ответные, а целый комплекс мер для того, чтобы, ну, просто задушить в зародыше потенциальную угрозу применения ядерного оружия, дальнейшего применения ядерного оружия против Украины или против, скажем, государств Балтии, Польши там или еще каких-то стран. Так что вот Путин, конечно, разбахивает кулаком, но я не думаю, что он рискнет ударить с вот этой всерьез вот этим ядерным оружием, в том числе и потому, что ему не дадут это сделать его соратники. Окружение. Ну, окружение, да. Ну, имеется в виду военное командование, которое все-таки цепочка принятия решений существует. Ну, во-первых, Путин сам запустить ракету не может. Вот тот самый ядерный чемоданчик, об этом в последнее время уже достаточно много писали специалисты. Вспоминая, кстати, целый ряд работ, ну, в профессиональной литературе, опубликованной в начале 90-х годов, когда публиковалось, в России публиковалось очень много очень интересных материалов, в том числе из особой папки Политбюро и так далее. Так вот, были публикации относительно того, как устроена эта система запуска ядерного оружия. Значит, Путин не может запустить ни ракету, ни самолет, он может разрешить, вот включая эти коды, даже вводя соответствующие карточки магнитные с чипами, но он может разрешить военному командованию по всей структуре, по всей иерархии, значит, выполнить его приказ. Вот, значит, механика этого дела. А как уже военное командование будет выполнять этот приказ, это вопрос открытый. Могут быть самые разные варианты, потому что там для того, чтобы, скажем, даже тактическое ядерное оружие использовать, его нужно вывести из централизованных баз хранения, его нужно перевести на каких-то специальных автомобилях или там специальных железнодорожных вагонах, кстати говоря, поставленных Соединенными Штатами в 90-е годы. Все это оборудование, которое предназначено для защиты ядерных хранилищ от покушений, системы наблюдения, транспортные средства, которые защищены достаточно для того, чтобы перевозить ядерные боеприпасы так, чтобы в случае аварии они не сработали и так далее. Все это поставлено американцами. И я думаю, что американцы очень хорошо умеют отслеживать все перевозки, все эти транспорты, которые могут выйти из баз хранения, принадлежащих 12-му главному управлению Министерства обороны, которые занимаются ядерными боеприпасами. Так что тут пока такой угрозы, видимо, нет. Но, естественно, все об этом начинают думать. И предупреждать Владимира Владимировича, не делайте, не совершайте очередную ошибку, она может для вас лично очень плохо кончиться. Редактор субтитров А.Семкин